Как говорил известный французский писатель, Франсуа де Ла Рашфуко в любви-обман почти всегда заходит дальше недоверия. В сегодняшней истории мы с вами разберем, как сильное искреннее чувство зачастую мешает посмотреть человеку правде в глаза, и впоследствии, как эта слепота приводит к ужасным трагедиям. Друзья, это Архив Икс, и рад вас снова приветствовать. Сегодня мы отправляемся в город под названием Порт-Элизабет. Порт-Элизабет с февраля 2021 года переименован в Геберха, но мы будем называть этот город по-старому, так как события, описываемые историей, происходили до его переименования. Этот город Фьюар, восточно-капской провинции, административный центр района Кокаду. Стоит на берегу залива Алгоа, Индийского океана, от Кейптауна его отделяют 770 километров. Город простирается на 16 километров вдоль залива Алгоа, являясь одним из крупнейших морских портов Фьюар. Сегодня город является частью городского округа Бухта Нельсона с населением 1 152 000 жителей. Город получил свое название от исполняющего в 1820-х годах обязанности губернатора капской колонии британского офицера Руфейна Шо Донкина, в память о его любимой молодой жене Элизабет Фрэнсис, умершей от лихорадки в 1818 году во время его службы в Индии. В память супруге он также возвел небольшую пирамиду у дома-смотрителя маяка. В этом городе четыре пляжа отмечены голубыми флагами. Голубой флаг – это международная награда, которую присуждают самым комфортным и безопасным пляжем с наиболее чистой водой. Это отличное место для дайвинга. Тут даже есть затонувший в 1987 году военный корабль, к которому могут спуститься опытные ныряльщики. В прибрежные воды Порт-Элизабет часто приплывают дельфины и киты, которых можно наблюдать с берега невооруженным глазом. Здесь отличные волны для серфинга, а мягкий климат делает этот город одним из самых комфортных для проживания на земле. Многие IT-специалисты наравне с серферами облюбовали это место для зимовок и постоянной удаленной работы. И если вам кажется, что работать в IT – это сложно и далеко не для всех, это совсем не так. Спрос на IT-специалистов каждый год неуклонно растет, а пандемия только усилила нехватку кадров в этой сфере. Если у вас были мысли о том, как освоить современную востребованную профессию в IT-сфере, то курс «Инженер по ручному тестированию» от школы «Скиллфактори» – то, что нужно. Тестировщик – это тот человек, который контролирует качество выпускаемых IT-продуктов. Он ищет и анализирует ошибки, после чего составляет отчет для дальнейшего их устранения программистами. Стать тестировщиком – это самый легкий способ войти в IT-сферу. Здесь нужны минимальные технические навыки, не нужно изучать программирование, а само обучение займет всего 4 месяца, после чего вы будете готовы к трудоустройству. Сейчас средняя зарплата тестировщика – 120 тысяч рублей, и будет расти вместе с вашим опытом. У школы «Скиллфактори» есть свой карьерный центр, который помогает студентам после выпуска найти работу. В обучении превалируют практические занятия – около 80% с минимумом воды. На всех этапах предусмотрена поддержка личного ментора. Наставник будет сопровождать вас весь процесс обучения, проверять домашние задания и делиться опытом. Все обучение происходит онлайн, и можно учиться из любой точки мира в удобное для вас время, совмещая с основной работой. Тестировщики будут востребованы как минимум в ближайшие 10-20 лет, а работать можно и в офисе, и удаленно, например, рядом с океаном в ЮАР. Специалисты в IT не ограничены в работе, страной проживания. Главное – это ваши навыки и опыт. Школа «Скиллфактори» дает скидку 45% на курс «Инженер по ручному тестированию» для нашего канала. Скидку вы можете активировать по промокоду ARCHIVX, перейдя по ссылке курса в описании к этому видео и в закрепленном комментарии к этому выпуску. В свое время я учился в этой школе по направлению маркетинг, и смело могу советовать ее вам. Записывайтесь на курс и получайте новую востребованную профессию. Но вернемся к делу. В Порт-Элизабет жил парень по имени Крис Панайотто. Отец Криса был известным бизнесменом в городе и владел несколькими розничными магазинами и закусочными в самом центре. Парень с 18 лет работал у отца. Все отзывались о нем, как о трудолюбивом и ответственном сотруднике, который унаследовал от своего родителя предпринимательскую жилку и хорошо разбирался в семейном бизнесе. В 2014 году, сидя с друзьями в баре, Крис познакомился с девушкой по имени Джейд Икс. Ребята были одногодками, обоим было по 18 лет, и они быстро нашли общий язык. Вскоре их дружба переросла во влюбленности отношения. Джейд была веселой, открытой девушкой с гуманитарным складом ума. Она была легка в общении и очень любила детей. Именно эти качества привели ее в профессию, о которой она так всегда мечтала. Через год после знакомства с Крисом, в 2005 году, девушка поступает в университет, чтобы получить специальность преподавателя. Отношения молодых людей развиваются. Джейд учится, а Крис расширяет отцовский бизнес. Он открывает большой продовольственный магазин и организует продажу франшизы. Также, мужчина развивает новое направление в семейном бизнесе. Недалеко от одного из магазинов отца, он открывает небольшой ресторан и ночной бар. Проходит время. Настает 2011 год. Джейд заканчивает университет, и ее берут на работу в местную начальную школу. Девушка была счастлива. Это то, к чему она так долго стремилась. В этот период, судьба преподносит ей еще один приятный сюрприз. Крис делает предложение руки и сердца, и теперь они помолвлены. Будущее счастливое замужество, любимая работа, процветающий бизнес. Не это ли, о чем всегда мечтала Джейн? Но, к сожалению, как это чаще всего бывает в жизни, в отношениях молодых людей все не было так радужно. В одном из продуктовых магазинов Криса, около двух лет работала девушка по имени Шанель Кутис. Их взаимоотношения на первых этапах были чисто деловыми. Но в 2012 году молодые люди сблизились, и у них завязался бурный роман. Они скрывали свои отношения, встречаясь в отелях и дома у Криса, в то время, когда Джейд отсутствовала. К этому моменту отношения Криса и Джейд длились уже более восьми лет. Отец Криса, Коста Панюа, каким-то образом узнал о романе сына на стороне и был в ярости. Он очень любил свою будущую невестку и пригрозил сыну, если тот не закончит изменять, то лишит его наследство и выкинет из семейного бизнеса. Крис был напуган такой перспективой и пообещал отцу, что все отношения с Шанель он разорвал. Но это было неправдой. Роман продолжился, за спиной ничего не подозревающий Джейд. В июне 2013 года Крис и Джейд играют свадьбу. На фото со свадьбы молодожены светятся от счастья. Это была завидная партия. Известный в городе бизнесмен и его прекрасная супруга, преподаватель. Незадолго до свадьбы, Джейд берут на ставку учителя в колледже. В ее карьере все складывается как нельзя лучше, чего не скажешь о Крисе. Бизнес начинает терпеть убытки из-за большой конкуренции в городе. Несколько месяцев продуктовые магазины Криса вынуждены работать в минус. Также на бюджете бизнесмена сильно сказывалась его давняя тайна. Он все так же продолжал встречаться с Шанель Кутис, тратя большие средства на отели и подарки для любовницы. Он купил ей машину, дарил брендовые вещи. Также он покупал подарки лучшей подруге Шанель, тем самым обеспечивая ее молчание о их порочном романе. Все эти траты сильно истощали бюджет молодого бизнесмена. Крис стал работать сверхурочно, редко бывая дома и мало времени уделяя общению с супругой, что не могло не сказаться на их отношениях. Джейд очень переживала, что не видит мужа и они практически не общаются. Она очень любила Криса, он был единственным мужчиной в ее жизни, и она всеми силами хотела вернуть все, как было, вернуть его внимание к ней и отношения, как были раньше. Она чувствовала себя очень одиноко, о чем не раз говорила своим друзьям. Джейд искала любую возможность побыть рядом с мужем, заходя к нему в офис в обеденное время, чтобы просто увидеть и поцеловать. Девушка устраивала ужины для любимого супруга, на которых он чаще всего не появлялся. Вся эта ситуация очень сильно давила на нее. Но она старалась успокаивать себя тем, что проблемы с бизнесом когда-нибудь закончатся, у Криса будет больше свободного времени и все вернется на круги своя. 21 сентября 2014 года Джейд даже написала письмо, рассуждение о самой себе, в котором описала свои чувства и переживания. Вот его текст. «Все, чего бы я хотела, это быть любимой, чтобы он смотрел только на меня, чтобы находил совершенство во мне. Я реалист и понимаю, что любовь не такая, какой ее показывают в фильмах. Но я не чувствую той любви, о которой так мечтаю. Меня берет зависть, когда я вижу людей, живущих той жизнью, которой я так отчаянно стремлюсь. Я хочу нормальной жизни. Мужа, который приходит домой в нормальное время, у которого нормальная работа и он находит время для своей жены и семьи. Всегда уважает и ставит свою жену на первое место. Может увидеть и понять, что иметь все деньги в мире не так важно, как строить жизнь со своей женой. Я не знаю, смогу ли жить такой жизнью. Я не знаю, сколько еще смогу выдержать. Почему у меня не может быть нормальной счастливой жизни? Почему я не на первом месте для своего мужа? Почему он так много скрывает от меня и не разговаривает со мной? Почему он никогда не извиняется, если не прав? Почему я вынуждена жить жизнью, которой, как клялась, никогда не буду жить? Почему я чувствую то, что думала, никогда не почувствую? Мне кажется, как будто у меня больше нет сердца. Я пишу эти слова, потому что мне нужно это выразить, иначе я могу просто взорваться. Куда мне обратиться? Мне не с кем поговорить. После прочтения письма Джейд становится понятно, как она относилась к сложившейся в их с Крисом семье ситуации, и какое место в ее жизни занимал муж. Она его очень любила. Все, чего она хотела, это просто быть рядом. 21 апреля 2015 года Джейд исчезла. Она должна была приехать на работу в колледж, что находится примерно в 40 минутах езды на машине от ее дома. Обычно девушка ездила на работу вместе со своей лучшей подругой по имени Шерри. Она выходила из дома в 6.45 утра, откуда ее на машине забирала подруга, и они вместе ехали в колледж. Но в этот раз, приехав на место встречи, Шерри не нашла Джейд. Звонки на телефон подруги остались без ответа, и сколько бы девушка не звонила в звонок, дверь ей никто не открыл. Это было очень странно. Джейд никогда бы себя так не повела. И если бы задерживалась, то обязательно предупредила подругу. Зная это, Шерри уже в 10 часов утра пишет заявление в полицию о пропаже человека. Ориентировка на девушку распространяется в социальных сетях и в местных СМИ. Полиция в тот же день начинает поиски пропавшей. В воздух поднимаются два вертолета. Поисковые отряды прочесывают местность, прилегающую к дому Джейд. Кинологи обыскивают лес в этом районе. В этот же день семья Джейд объявляет награду за информацию о пропавшей в размере 3,5 тысяч долларов. К сожалению, это не дает результатов. Наступает вечер, но никаких зацепок, куда могла пропасть девушка, не найдено. Сумму вознаграждения поднимают до 10,5 тысяч долларов. Утром следующего дня, в районе 10 часов утра, отряд кинологов делает страшную находку. В кустарнике на обочине гравийной дороги находят тело. Криминалисты быстро проводят опознания. Это Джейд. Девушка была убита тремя выстрелами. Два в спину и один в голову. Все украшения и кошелек погибшей пропали. Прибывшие на место родители и друзья погибшей были шокированы. Сестра Джейд потеряла сознание, услышав о случившемся. Крис также был там. Все ученики и коллеги девушки были подавлены и опустошены страшной новостью. Кто мог поступить так с этим прекрасным человеком и любимым учителем? Эта история громом прокатилась по всей Южной Африке, мало кого оставив равнодушным. Началось расследование. Так как с тела были сняты украшения и похищен кошелек, следователи стали разрабатывать версию ограбления. Выяснилось, что в день убийства Джейд с ее карты в двух разных банкоматах пытались снять деньги. Человек, пытающийся это сделать, попал в кадр камеры банкомата. Но никто не знал, что это за человек и как он может быть связан с молодой учительницей. Через неделю прошли похороны. Сотни людей пришли проститься с девушкой, в том числе школы и колледж, в которых она преподавала. Все были очень удивлены прекрасной речью, которую Крис прочел над гробом своей жены. Это был трогательно написанный текст, в конце которого было стихотворение. За мужчиной никогда не замечался ни прозаический, ни поэтический дар. И многие задались вопросом, как Крис, никогда не занимавшийся ни стихосложением, ни прозой, смог написать такой текст. И разгадка нашлась быстро. Крис просто загуглил прощальную речь в интернете, немного отредактировав текст, уже написанный кем-то. Это вызвало много вопросов, как и у друзей Джейд, так и со стороны ее семьи. Крис объяснил это тем, что был так сильно подавлен смертью своей любимой, что не мог сам написать прощание. Расследование смерти Джейд продолжалось. И в день ее похорон полиция арестовывает мужчину, предположительно причастного к убийству. Наводку на него дал информатор, имя которого следствие не разглашает. Задержанного звали Летинда Сиони. Мужчина работал вышибалой в баре, что принадлежал Крису. После многочасового допроса Летинда сломался и сообщил полиции, что Крис Панайота обратился к нему с просьбой убить Джейд. Сам Летинда отказался это делать, но сказал мужчине, что знает людей, которые могут помочь. Но кроме слов Летинда, ничто не указывало на связь Криса с убийством Джейд. И полицейские решили использовать старый как мир способ. Они пообещали Летинда более мягкий приговор на согласие сотрудничать. Ему нужно было встретиться с Крисом и вывести его на разговоры о убийстве супруги, записав все это на скрытую камеру. Мужчина согласился и, как ни странно, этот план дал результаты. Почему? Я не знаю. Павалан звонил мне и сказал мне, что полиция умерла в мою руку. Да. Но почему полиция у тебя? Я думаю, что это информирует в какой-то момент. Где они будут? Я не знаю, они не сказали мне. Я даже не изменил мою симпатичную камеру. Да, но ты должен помочь это снова. Да. Ты должен остановиться с вами. После этого, я буду спрашивать, как ты. Нет, ты просто мискал меня. Окей, мискал меня. Не звон мне или смс мне. Что происходит? Плюс-минус-5. Что они спросили? У меня вопрос. Они спросили, что вы были виноваты? Да, что-то такое. Что вы сказали? Я не знаю, что они были виноваты. Где они выехали? Вы отправили ваш телефон? Нет, другая. Я не знаю, что я не знаю. Да, они сказали мне, что я не знаю, что я не знаю. Да, и сим-карт, и все. Все, я не использовал. Ты бросил это? Да. Они не спросили о мне? Нет. Или о чем я учился? Да, но я не спросил. Они спросили меня. Да, они спросили меня. Но сейчас ты звонишь меня. Они тратят мою телефон. Мне нужно сказать, что ты звонишь меня. Otherwise, они будут думать, что я учился. Да. Так что ты должен уничтожить этот телефон. Ты звонишь мне. В е айтанке и сам office. Я не сказала это. Я не скажу, что я не боюсь. Они там звонят все что-то. Они звонят на телефон. Они с ним звонят на мою семье. Это как-то я с ними сказала. Это сейчас я сказал. Это была мировая задача, а затем убийца, но не только отзят мировой заднейся здой. Да, я навсегда. Я скажу, что ты должен уничтожить свой телефон сейчас и смартфон, и я скажу, что ты говоришь, что ты идешь в Лондоне. Да, я буду в порядке, так как они никогда не знают о нас, Танду. Там около 5 лет. Сорьтесь, пожалуйста. Окей. Да, потому что я все остался сейчас. Это кое-что мне costает много денег. Родина тоже смотрит на меня. Нет, потому что эти парни сделали это огромное. Я сказал, что они делали это в доме и возьмут их в доме, и возьмут их в баках и вверх, и они не возьмут их в баках или ничего. Они просто оставили все. Они просто оставили все. Они после меня, и я не могу вас встретить просто так, в front of people, Танду. Окей. Спустя 3 часа после получения этой записи, Крис был арестован. Были задержаны еще трое подозреваемых в причастности к убийству девушки. Следствие выяснило, что Крис нанял охранника, что работал в его баре для совершения убийства своей супруги. План состоял в том, чтобы в 6.30 утра, когда Джейд выходит на работу, убить ее прямо у дома и, забрав все вещи, пустить полицию по ложному следу, инсценировав ограбление. В первый раз у убийц ничего не получилось. Их спугнула приехавшая забирать подругу на работу Шерри. Но на следующий день им удалось реализовать свой ужасный план. 21 апреля в 6.30 утра Джейд вышла из дома. На арендованном автомобиле трое киллеров подъехали к девушке и, угрожая оружием, задолкали в багажник, нанеся сильный удар по голове. Они отвезли ее за 30 километров от дома в поле и, вытащив из машины, застрелили. После убийцы попробовали снять деньги с карты жертвы в двух разных банкоматах, где и попали в кадр камер. Во время суда таинственным образом в тюрьме погибает один из киллеров. Причина смерти неизвестна. 11 октября 2015 года состоялся суд над Крисом и двумя нанятыми им киллерами. Мотивом убийства называли то, что Крис находился под огромным давлением и не мог справиться со всем, что происходило в его жизни. Жена, любовница и тяжелая работа. Защита пыталась опровергнуть этот мотив, ссылаясь на то, что Крис только что купил для себя и Джейд новый дом. Зачем ему в этом случае убивать супругу? Шанель Кутис, любовница Криса, также была вызвана в суд. Она подробно расскажет о их отношениях, подарках, что делал ей мужчина и о том, как она ночевала у Криса дома в моменты, когда Джейд бывала в отъезде. Главным доказательством вины Криса была сделанная Летиндо видеозапись и отслеженные телефонные переговоры между Крисом с Летиндо и Летиндо с киллерами. Также к делу были приобщены видеозаписи, сделанные камерами банкоматов. 2 ноября 2017 года, в день рождения Криса, ему тогда исполнился 31 год, он был признан виновным в убийстве своей жены Джейд и приговорен к пожизненному заключению. Судья не дал никаких скидок мужчине. Судом был сделан однозначный вывод, что Крис убил супругу только лишь для того, чтобы сократить свои расходы на семью и любовницу. Оба киллера также были приговорены к пожизненному заключению. Последним обвиняемым в деле был охранник из бара Летиндо Сиони. Он пошел на сотрудничество со следствием. Сиони, который считался государственным свидетелем, был оправдан в преступлениях, но был привлечен снова, когда позже стал отрицать свои показания. Его статус был немедленно аннулирован, и он был арестован в мае 2018 года. Над ним состоялся отдельный суд. Он также получил пожизненное заключение. В своей заключительной речи в суде Крис сказал, «Я глубоко, глубоко сожалею о боли, которую причинил всем». Друзья, самый действенный и простой способ отблагодарить автора канала за работу – это подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий к этому видео. Это очень помогает в продвижении на ютубе и мотивирует нас делать новые выпуски. Спасибо вам большое. А если вы не смотрели прошлые истории, обязательно посмотрите их. Сейчас они на ваших экранах. Слева – выпуск о безжалостном убийстве в Южной Корее. Справа – серия, посвященная жестокому убийству девушек в горах. Я благодарю вас за просмотр видео. Если этот выпуск был вам интересен, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забыв нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И до встречи в новых историях. Субтитры создавал DimaTorzok